То у меня аж вот здесь вот, в центре головы, да, где как раз гипофиз находится, у меня аж там как мышцы свело, знаете, такие ощущения, когда вот ты что-то делаешь там, да, у тебя мышцы сводят, вот так же здесь свело, ну, наподобие того ощущения, и зуб начинает зарастать, вот это ощущение прям реального шума, зарастает, зарастает, зарастает и становится идеально здоровым, как и был. И чтобы вы понимали, до этого была же не просто дырка, были болевые ощущения, да, было ощущение в целом зуба, как я ел им, да, кто же попадал туда еда, это была боль, вот эти все в целом ощущения показывали то, что он так же разрушен и так же уже непригоден, да, как и вот этот зуб. В таком же состоянии был, все. После этого, когда вот это произошло, когда я это представил, он меня больше никогда не беспокоил, ну, в течение лет пяти точно, потом еще там чуть-чуть, иногда, и до сих пор вот иногда сейчас он чуть-чуть иногда там болит, редко. И то, когда я начинаю обращать внимание, там языком иногда потерю или еще что-то, или когда в целом там запускаю свое питание, там нервную составляющую и так далее. И тогда я еще смотрел в зеркало, и мне показалось, хотя нет, не показалось, он точно стал более светлым, тогда он был прям черная дырка, а она стала такая светло-коричневой. И ощущение, что она даже немножечко реально заросла. То есть он не полностью зарос, там, да, нет, чуда полного не случилось, но он меня больше никогда не беспокоил, по большому счету. И вот с тех пор у меня появилась такая мечта восстановить новые зубы, сделать белоснежные, здоровые зубы, поскольку те, кто не сталкивался с зубными проблемами, вообще даже близко не понимают, насколько это влияет вообще на все, на жизнь. Все современные вот эти стоматологические штучки, они, может быть, и есть что-то, что может реально успокоить тебя и сделать тебе какой-то определенный, там, зубы, да, твои, ну, искусственные зубы, которые будут работать, там, даже, может, до конца жизни, что не факт. Но вот такой уровень, чтобы сделать, это нужно очень много денег. Короче, потом я еще узнал вот эту тему, что, оказывается, и новые зубы у кого-то там выросли, я не видел, подтверждений нету, никаких вообще, есть только историй, вот такие, как я вам сейчас рассказал эту историю, мог и придумать, да, скептики, привет. Вы нужны миру, кстати, очень, вы не даете нам загоняться, да, не скептикам, и возвращаться к анализу, к адекватному анализу происходящего, это позволяет реально действовать, а не утопать в своих там мыслях и мечтах, ну, и так далее, фантазиях. Вот, и сейчас, то есть, я планирую тоже сделать наподобие, как Рома Мелованов, раньше я думал, что вот, надо сделать огромный эксперимент, да, там, он связан со многими аспектами бытия, ну, вообще, нужно было много чего поменять. В итоге, почему я это и не сделал, потому что это пипец как сложно для меня лично, не знаю, как, может, к тому, кому-то это вот так будет сделать. Так вот, хочется запустить процесс, я его скоро запущу. В общем, совместного поиска экспериментов по выращиванию новых зубов, где соберем всю информацию, которая уже есть на данный момент, в открытом доступе. Все истории соберем, все вообще будем собирать. И, кстати, уже есть люди, которые практикуют, целые группы есть, ну, они маленькие, но они есть. Одну, я знаю. Да. Книги какие-то есть, но там, видимо, настолько все абстрактно и эзотерично, что... Хотя я не читал, на самом деле, надо будет почитать. Ну, судя по отзывам, просто там действительно нет особой технологии, типа, опять верьте и так далее, верьте. Я знаю, как трудно верить. И вообще, что такое вера? Вера на пустом месте. Ну, вера, не знаю, вера это сложное понятие, может быть. В нашем случае мы придем к вере только через... Через маленькие шажочки, каждый из которых действительно будет реальным. И тогда, может быть, мы сможем эту веру включить потом. Сразу ее не включишь никак. Затянуло я видео, и никто до этого момента не досмотрит. Смелости всем, тем, кто... Все те, у кого есть чем поделиться, дополнив белый шум, позитивные мысли, изменения. О том, чтобы другие послушали и поняли, что, блин, это не плод больного выражения, что есть нечто такое, что и без мяса вообще легко жить, живется кому-то. А кому-то и без молока. Кстати, молоко, яйца я уже тоже не ем. И эксперимент у меня полтора месяца без сахара. Правда, я ем сладкие фрукты. Скоро буду экспериментировать вообще без сладкого. Ну и так далее. Много экспериментов будет. Раньше меня пугала мысль, что я никогда не смогу измениться. Окончательно. А сейчас я понимаю, что тратить свое время на подобные страхи бессмысленно. Ты должен меняться, делать попытки постоянные. Не важно, вернешь ли ты обратно или нет. Важно, что сейчас ты делаешь этот шаг. Вот что важно. Ты можешь завтра еще ниже упасть, чем ты сегодня. На сегодня ты можешь сделать шаг туда, вверх. Развитие, эволюция.